Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего 1 минуту. Регистрируйтесь! Мультикатегория на Joomla 4 – миф или правда? Давайте в этом видео разберемся и посмотрим, что такое на самом деле мультикатегория в Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев и вперед к просмотру видео! Для Joomla всегда была и оставалась проблема мультикатегории. Допустим, мы создаем с вами статью, выбираем категорию. Из поколения в поколение Joomla глобально ничего не поменялось. Уже у нас Joomla 4, но мы до сих пор можем выбирать только одну лишь категорию. Для многих это может быть очень критично. Очень важно бывает статью поместить сразу в несколько, а бывает и в десятки категорий. То есть статья относится не к одной, а к двум, трем и более категориям. И что же делать в этой ситуации, когда у нас сама Joomla не позволяет выбирать больше одной категории? Для этого у нас существует специальное расширение для Joomla. В этом видео мы с вами рассмотрим компонент платный. Он так и называется мультикатегория. Сейчас вы видите страницу разработчика. Все ссылки я оставляю в своей статье на своем сайте fedorvasilev.com, а также в описании под видео. Прежде чем мы посмотрим, как действительно он работает, давайте посмотрим важные моменты, которые описаны на сайте производителя. Я буду озвучивать самые интересные, на мой взгляд. Допустим, взаимодействие с хлебными крошками. Показывает правильный путь в зависимости от того, в какой категории просматривается статья. Поскольку она может быть опубликована в большом количестве категорий. Работает с собственными модулями статей Joomla. Добавление поддерживаемых сторонних расширений, таких как News, Show Pro, GK4, GK5. Это все дополнительные расширения, которые работают с контентом Joomla. То есть, которые помогают, допустим, в красивом виде выводить статьи на сайт. То есть, наше вот это расширение, мультикатегория, работает вот с этими сторонными расширениями. А также J-Comments. Это компонент комментариев на Joomla. Далее, важный момент. У нас мультикатегории, а значит, дубли страниц. Неизбежно. И здесь у нас есть в самом компоненте возможность включения создания канонических URL-адресов. Для статей в нескольких категориях, чтобы избежать дублирования контента. Тут об этом прямым текстом и сказано. Давайте посмотрим этот компонент на моем демо-сайте. Компонент частично переведен на русский язык. Ну, прям частично. В большей степени здесь, конечно, все на английском языке. Его позиция в компонентах будет находиться здесь. Вот у меня под таким названием. Здесь вот именно на этой странице у нас особо настроек нет. Но давайте я вам сразу покажу статьи. Создаем статью. И о магии у нас есть возможность выбирать несколько категорий. Хоть все. Как это смотрится в списке статей? Вот у меня уже несколько здесь создано. То есть здесь все смотрится логично. В списке статей. Когда статья уже сохранена, что происходит? От этого компонента появляется дополнительная кнопка просмотр, предпросмотр. Выглядит так себе. И у нас есть кнопка просмотра от самой Joomla. Где окно поинтереснее выглядит. То есть зачем они здесь это окно сделали, я не знаю. Как это будет смотреться на фронте? Давай сначала посмотрим в списке. Анонс статьи. То есть все выглядит логично. Если я провалюсь внутрь статьи, тоже все выглядит хорошо. Если я могу кликнуть, и я нахожусь в этой категории, вижу статьи. Соответственно, в другую категорию проваливаюсь, вижу статью тест. То есть здесь все работает. Помимо компонента устанавливаются с ним вместе еще и дополнительные плагины. Вы тоже должны об этом знать. Есть там несколько настроек у них, которые тоже надо будет по сути переводить, смотреть, что они значат. Давайте я сделаю сортировку. То есть вот их видно мультикатегория, мультикатегория. Не у всех есть настройки, но у некоторых настройки имеются. Здесь, например, настроек нет. Здесь тоже настройка одна связана с J2 Store, интернет-магазин. Ну и есть там, допустим, позиции внизу-наверху выводить и другие моменты. Но не забывайте, что в самом компоненте, если мы сюда перейдем, казалось бы, настроек здесь нет. Но они у нас есть вот здесь. Разбиты они на конфигурации настроек и настройки, которые относятся к статьям, материалам. Ну и права. Мы можем назначить определенную категорию, которая будет по умолчанию всегда при создании статьи. Следующая опция. Если установлено значение «Да», ссылки на статьи будут перенаправляться в текущую категорию. Могут использоваться для блогов, категорий и т.д. Следующая опция. Если установлено значение «Да», изменение категории в форме статьи приведет к динамическому обновлению формы для обновления пользовательских полей сразу после изменения категории. Если заданное значение «Нет», изменение вступит в силу только после сохранения статьи. Следующая опция у нас по умолчанию отключена. Это «Use canonical», то есть включает канонические URL-адреса. Но здесь нужно разбираться. Возможно, когда вы сайт только создаете, наверное, ее нужно сразу включить. Борьба с дублями. Так как я попробовал ее включить, и у меня некоторые категории, если я кликаю в статье, работают. Но если я кликаю по заголовку статьи, я попадаю на страницу 404, страница не найдена. Ну и дальше небольшие настройки, мелкие. Также материалы. Вот здесь как раз идут некоторые настройки на русском языке. То есть переведены в большинстве своем. Вот такой компонент небольшой в своих настройках, но крайне полезный для создания мультикатегорий на вашем сайте. Надеюсь, для вас урок был интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь, и мы очень скоро увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok